Возьмем следующий пример. Например, мы решили внедрить на сайт виджет, который будет показывать рекламу со стороннего сайта. Баннер должен располагаться в шапке сайта. В качестве ответа баннера нам приходят следующие атрибуты. Это адрес изображения, адрес ссылки, текст изображения и подпись. Баннер должен обновляться один раз в час. Для размещения такого баннера был написан компонент Qsoft External Banner. В качестве параметра он принимает ссылку на адрес сервиса, который возвращает нам рекламный баннер. Компонент выполняет curl-запрос на указанный в параметре адрес. Результат получает в виде JSON и записывает его в массив. Функция addMessageToLock используется для логирования ошибок вместо их показа на сайте. В шаблоне компонента выводится этот баннер. Обратите внимание на функцию HTML Special Charge BX. Любые получаемые данные должны быть отфильтрованы. Перейдем на сайт и посмотрим, что у нас получилось, включив при этом отладку битрикса. Да, баннер действительно отобразился на сайте. Но время создания этого баннера по сравнению с временем генерации целой страницы очень большое. А что будет, если сервис, отдающий баннеры, не будет справляться с нагрузкой? То страница будет грузиться еще дольше. Для решения этой проблемы можно хранить данные у себя. Для этого мы будем использовать инфоблоки. А для получения новых баннеров будет написан скрипт, который будет выполняться по расписанию. Также необходимо будет переработать компонент вывода баннера, чтобы он использовал и кэшировал данные инфоблока. Исходя из получаемых данных, создадим инфоблок с необходимым набором свойств. На основе исходного компонента разработаем импорт данных в этот инфоблок. Из дополнительных блоков относительно компонента появляется только элемент с добавлением новых элементов в этот инфоблок. Теперь нам необходимо установить этот скрипт для выполнения по расписанию. Для этого в консоли введем команду crontab и добавим следующую запись. Сохраняем изменения и выходим. Для проверки выполним введенную команду вручную. Скрипт успешно отработал. Теперь нам необходимо изменить компонент, подключаемый для вывода баннера. Новый компонент использует кэширование. И выбирает последний элемент из инфоблока баннеров. Теперь подключим этот компонент в шапке шаблонов сайта и посмотрим на результат. Как видно, время подключения баннера теперь занимает очень малую часть от времени генерации всей страницы. Теперь эта область больше не является проблемной на сайте. Продолжение следует... Продолжение следует...